В этом году банки отмечают рост обращения населения за ипотечными кредитами на 20-30% по сравнению с прошлым 2015 годом. Однако, как сообщают Минстрою Республики, количество приобретений в то же время снизилось на такой же объем. Это связано, как они считаются, с сложной экономической ситуацией в стране, которая сказалась на покупательной способности граждан. Несмотря на то, что застройщики из-за такого положения вещи снизили цены за квадратный метр, множество факторов, в том числе и размер первичного взноса, останавливают людей от дорогостоящей покупки. В эфире «Квадратный метр» – программа не только о строительстве. Смотрите сегодня. Главное начать. Как скопить молодой семье на первоначальный взнос по ипотечному кредиту, советы специалиста и личный опыт семьи. Ставки ниже. Под какие проценты сегодня могут взять ипотечный кредит жители республики? Госпрограммы как поддержка наименее защищенных слоев населения. Кто к ним относится и какие программы в приоритете? Поговорим с заместителем министра архитектуры и строительного комплекса Якутии Павлом Агнуновым. Молодая семья Деревцовых купила квартиру в 2014 году. До этого они жили в старой, как принято у нас называть, чебышке. Условия были не из лучших и вариант с ипотечным кредитом стал выходом из положения. Начали собирать документы на ипотеку, подали несколько заявок, искали вариант с минимальным взносом первоначальным, потому что только-только с работы все наладилось, еще свободных денег много накопить не успели. На тот момент по условиям банка семья должна была заплатить 10% от стоимости жилья. Вышло, что первоначальный взнос 260 тысяч и 2 миллиона 380 тысяч мы взяли в ипотеку. Так как мы являемся зарплатными клиентами, нам оформили кредит по 3-4 зарплаты, которые мы внесли в первоначальный взнос. Сегодня, как признаются Анастасия и Михаил, не жалеют о решении вступить в ипотеку. Пусть иногда и приходится нелегко в наше время, но зато крыша над головой своя, собственная. Каждый себе должен считать, как ему выгоднее выйдет. Возможно, кому-то выгоднее арендовать небольшую комнату, если его там все устраивает в той же ЧБ-квартире, чтобы скопить уже сумму и купить за наличность. Но вот у нас ситуация была такая, что там выгоднее стало взять ипотеку. Если тогда банки не могли похвастаться большим выбором программ для заемщиков, то сегодня почти каждый человек может подобрать для себя подходящие условия. В среднем процентные ставки у нас по готовому жилью для нашего населения составляют от 11,5% годовых до 13% годовых. Для такой категории, как молодые семьи, на сегодняшний день клиенты могут получить по ставке от 10,75% годовых до 12,5% годовых для молодых семей. Также у многих банков действуют специальные программы для зарплатников. В основном это пониженные процентные ставки. Если клиент является участником зарплатного проекта, здесь достаточно предоставить паспорт и зарплатную карту. Если клиент не является участником зарплатного проекта, здесь необходимые документы. Основное это справка о доходах за последние 6 месяцев по форме 2 МДФЛ, копия трудовой книжки, заверенная работодателем, ну и паспорт и анкету, заполненную в банке. Кроме того, заемщик вправе указать дополнительные источники доходов. Например, если человек сдает комнату или квартиру в аренду, то этот факт может стать хорошим подспорьем. Да, соответственно, сотрудник спрашивает, а по какому адресу вы задаете жилье, где эту информацию он отражает в системе. А когда уже рассматривается заявка, да, соответственно, с клиентом созваниваются, проверяют эту информацию, есть ли такой доход. И, соответственно, уже сумму кредита, ну, уже могут с учетом этого дохода уже ее зачесть и, соответственно, рассмотреть ту сумму, которую он хочет. Еще один плюс современных банков – услуга электронного калькулятора. Он поможет максимально верно рассчитать кредит. Необходимо только указать свой доход и заполнить другие параметры анкеты. Что касается наиболее распространенного вопроса, где найти деньги на первоначальный взнос, то здесь специалисты предлагают несколько вариантов. В качестве первоначального взноса мы можем взять материнский сертификат, то есть даже семья, на которой имеется сертификат, они могут воспользоваться, если у них ребенка не достигнувших трехлетнего возраста. Мы работаем, помимо, также с партнерами, это с агентствами недвижимости мы работаем, да. Клиент, да, может и не иметь первоначального взноса, но у него есть дополнительное жилье, которое он хотел бы продать. Наши партнеры, соответственно, с такими клиентами отрабатывают, ищут им по их квартирам покупателя, соответственно, за проданную квартиру это будет в качестве первоначального взноса и недостающую сумму он оформляет в банке. В том числе в качестве первоначального взноса могут быть привлечены дополнительные заемные средства. Программа помощи ипотечным заемщикам станет доступнее, сообщают на сайте Минстроя России. Речь идет о заемщиках, оказавшихся в сложной финансовой ситуации. Программа теперь доступна большему количеству семей. Согласно изменениям, внесенным в соответствующее постановление правительства страны в перечень категорий граждан, которые вправе претендовать на участие в программе, включили семьи, имеющие детей, продолжающие обучение в средних и высших учебных заведениях. Также в документе указано, что сумма возмещения по каждому реструктурированному ипотечному жилищному кредиту увеличена с 10 до 20% от остатка кредита. Однако он не может быть больше 600 тысяч рублей. Какие приоритеты в жилищной политике республики, узнаем из следующего интервью. Сегодня очень много говорят о том, что жилье должно быть доступным. И как считаете, цены на жилье у нас в Якутии, насколько они доступны? Конечно, для разных категорий граждан этот вопрос рассматривается по-разному. Например, для молодых людей, для молодых специалистов, для молодых семей, у которых доходы ниже среднего, бывает очень сложно. Для того, чтобы оказать помощь именно таким категориям граждан, малоимущим гражданам, гражданам, которые являются инвалидами, имеется государственная поддержка определенная, выделяется социальные выплаты. А вот что касается вообще стоимости жилья в нашей республике, то по сравнению с другими субъектами, конечно, чуть дороже получается, потому что большая часть строительных материалов у нас завозная из-за пределов нашей республики. И, кроме того, наши климатические условия определенную часть года не позволяют вести строительно-монтажные работы. Поэтому, естественно, у нас стоимость квадратного метра, то есть себестоимость строительства выше, чем в других субъектах. А есть ли разница между ценами на квадратный метр в городе и на селе? В северных улусах, там, где в основном люди выезжают и продают свои квартиры, стоимость квадратного метра на вторичном рынке может быть намного ниже, чем в городе Якутске. Но при этом строительство в северных улусах обходится нам практически в полтора-два раза дороже, потому что, чтобы довести строительный материал из города Якутска до отдаленных улусов на слюгов, необходимо потратить значительные средства. Какова концепция жилищной политики в России, в Якутии? Какие категории граждан могут рассчитывать на господдержку? Концепция такова, что государственная поддержка осуществляется именно для отдельных категорий граждан. Кроме того, у нас в приоритете программа переселения граждан заваренного жилья, которую мы должны закончить по жилым домам, признанным до 1 января 2019 года, до сентября следующего года, 2017 года. Кроме того, мы реализуем строительство жилья для детей-сирот. В этом направлении тоже выделяются значительные средства. Что касается развития ипотечного кредитования, то какие категории людей могут рассчитывать на поддержку? Предоставляют социальные выплаты. Это для инвалидов, для ветеранов, для молодых семей. По этим категориям граждан осуществляется государственная поддержка. Кроме того, в последующие годы мы планируем продолжить и активизировать работу в плане строительства жилья, арендного жилья. То есть в этом направлении более активно будем работать. И для дальнейшего снижения стоимости 1 квадратного метра и сдерживания роста стоимости планируется более активно использовать механизмы предоставления земельных участков под агуром освоения территории. Предоставлять земельные участки и при этом оказывать поддержку как гражданам, так и застройщикам путем строительства инженерных сетей для таких кварталов. А можно ли сказать, что каменные многоквартирные дома в районах в основном строятся по госпрограммам? Да, у нас каменные дома строятся в основном за пределами города Якутска по госпрограммам. Это переселение граждан заваренного жилья и обеспечение жильем детей-сирот. Какой эффект они дают? Конечно, дает эффект не только в плане обеспечения именно этих граждан, но и в плане улучшения архитектуры сельских поселений, улучшения жилищного фонда сельского. И какие меры господдержки будут приоритетными направлениями в будущем? Продолжение программы переселения по домам, признанным уже после 1 января 2019 года. Продолжение строительства и активизация строительства аренного жилья. Передоставление земельных участков для застройщиков по договорам о своей территории, что позволит снизить стоимость квадратного метра для окончательных потребителей этих квартир. В таком направлении будем работать. Также планируется обеспечение земельных участков необходимой инфраструктурой для многодетных семей и продолжение реализации программы индивидуального жилищного строительства. Спасибо за ответы на наши вопросы. До свидания. Что касается статистики динамики цен на жилье по республике, то специалисты отмечают снижение средних показателей впервые за последние 6 лет. С 2011 года по 2015 ежегодно наблюдался рост цен. В выходящем 2016-м картина, как была отмечена ранее в передаче, изменилась и продавцы снизили цены. На первичном рынке жилья индекс цен в третьем квартале 2016 года по сравнению с четвертым кварталом 2015 года составил 97,7% за счет снижения средних цен на типовые квартиры на 2,4%. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир на первичном рынке в республике в третьем квартале 2016 года составила 70 289 рублей. На вторичном рынке жилья за период с начала года индекс цен составил 95,8%. Снижение цен отмечено на квартиры среднего качества и улучшенного качества и составило за период с начала года 95%. При этом на квартиры низкого качества отмечен рост цен на 0,4%. Средняя цена одного квадратного метра общей площади квартир в третьем квартале 2016 года составила 79 207 рублей. Банки могут раскрыть информацию о полной стоимости ипотечного кредита. Минстрой России подготовил законопроект о повышении прозрачности ипотеки. Тем самым заемщику предоставят возможность лучше оценить все за и против заключения сделки. Кроме того, в стране ожидают снижение ставок по ипотечным кредитам. Это станет возможно благодаря выпуску ипотечных облигаций. Они станут следующим этапом развития рынка ипотеки. Это был квадратный метр. До свидания. Продолжение следует...